В первой теме мы с вами обсуждали, что одной из главных причин появления операционных систем является необходимость в разделении времени – таймшеринг. И одна из главных функций ядра операционной системы – планировщик процессов, который и решает, когда и какой процесс должен быть обработан процессором. С планировщиком, который в текущей реализации называется «полностью честный планировщик», мы уже взаимодействовали, когда задавали процессом вежливость. Чем вежливее процесс, тем меньше процессорных ресурсов ему в итоге достается. То есть это функционал планировщика. Так вот, вежливость влияет на приоритет процесса. Но сразу стоит упомянуть, что не для всех процессов. Для нормальных процессов приоритет имеет значение. Приоритет равно вежливость плюс 20. Мы помним, что niceness задается от минус 20 до 19. То есть имеет 40 значений. Приоритет же имеет значение от минус 100 до 39. При том, что от 0 до 39 – это те приоритеты, которые мы обычно видим и можем задать с помощью nice. Чем ниже значение, тем больше приоритет. То, что ниже нуля, выделено для более важных процессов, которые нельзя ставить в один ряд с пользовательскими процессами. Например, миллисекундные зависания браузера могут быть неощутимы, а те же миллисекунды в звуке будут гораздо неприятнее. Как бы не было важна пользовательская программа, есть процессы, приоритет которых должен быть выше, то есть ближе к нулю. Топ для таких процессов показывает значение RT – realtime. С помощью утилиты chrt мы можем посмотреть realtime приоритет таких процессов. Как видите, текущее значение 99. Но RT-приоритет не то же самое, что обычный приоритет. Чтобы узнать итоговый приоритет, надо от минус 1 отнять RT-значение. То есть в таком случае высокое значение RT-приоритета равно низкому значению самого приоритета. А чем ниже значение приоритета, тем сам приоритет выше. То есть процесс с RT-приоритетом 99 имеет наивысший приоритет – минус 100. Но планировщик в ядре распределяет процессор не только по приоритету, но и по политике. Список политик можно увидеть с помощью ключа M. Все процессы подчиняются каким-то политикам. На самом деле приоритет относится не к процессам, а к их потокам. Но чтобы было легче все это воспринимать, будем считать, что один процесс – это один поток. Представьте это как фейс-контроль в какой-нибудь клуб. Только в клубе можно находиться не постоянно, а зайти на время, потанцевать, после чего выйти и опять встать в очередь. Бугай на входе – планировщик, берет какое-то время, допустим час, и делит на количество ожидающих, допустим 10. Таким образом, каждый в час может потанцевать 6 минут. Но тем, у кого приоритет выше, достается больше времени, они танцуют 8 минут. А более вежливые танцуют 2-3 минуты. Это касается нормальных процессов, и для них обычно используется политика Азар. Но есть вип-персоны – РТ, и они не стоят в общей очереди. Охранник пропускает их раньше всех. Но и самих вип-персон может быть несколько, и они в том числе могут разниться. Скажем, есть музыканты, а есть известные личности. Музыкантов пускают по одной политике, а известных личностей по другой. Так или иначе, те и другие важнее обычных людей, и их пропускают первыми. Но и среди музыкантов, и среди известных личностей, есть РТ-приоритет. Так вот, есть две политики для РТ-приоритетов. FIFO, First In, First Out и Round Robin. В случае с First In, First Out, процесс будет работать, пока не остановится. Скажем, в ожидании данных. В таком случае, остановленный процесс помещается в конец списка таких же процессов, с тем же приоритетом. Скажем, у вас есть три процесса – 100, 101, 102 с одинаковым РТ-приоритетом – 50. Сотый запустился первым, поработал, остановился и стал третьим в списке РТ-приоритетов с приоритетом 50. То есть теперь в очереди 101, 102 и 100. Однако, если появляется процесс с РТ-приоритетом выше, допустим 103, то сотый процесс перемещается в начало списка ожидающих, пока 103 работает. В случае с Round Robin все то же самое, разве что процессам теперь время ограничено, и они работают не сколько хотят, а только промежуток времени, после чего идут в конец очереди. Есть и другие политики и много всяких нюансов, но вдаваться в такие дебри пока не стоит. Достаточно в целом иметь представление, как это работает. Так вот, утилита ЧРТ позволяет менять политику для процесса и выставлять приоритет. Для примера возьмем процесс Баша. С помощью ЧРТ поменяем ему политику на ФИФО и зададим РТ-приоритет 50. Как видите, политика теперь ФИФО и выставился нужный РТ-приоритет. В htop видно, что общий приоритет минус 51. Это потому что от 1 отнимаем 50. А также видно, что у дочернего процесса htop приоритет унаследовался, тоже минус 51. Теперь поменяем политику на Round Robin и выставим приоритет 70. Таким образом, у нас политика Round Robin и приоритет минус 71. Ну и вернем обратно политику Other. Так как тут нет РТ-приоритета, значение P – 0. Насколько это часто используется в повседневной работе? Очень редко. Но в определенных случаях, при больших нагрузках, это позволит вам повысить приоритет важных для вас процессов, куда больше, чем это делает NICE. Но и в целом это полезно знать, чтобы лучше понимать работу операционной системы.